Доброе утро, страна! Я предлагаю как раз с детей начать беседу, все-таки всего лишь, еще по-моему даже нет четырех лет Бьянки, правильно? Но тем не менее, поет уже с вами на одной сцене. Когда разглядели талант? Еще в утробе матери, потому что, что самое интересное, у меня есть красивая песня «Фейкари част», ну вы знаете. Вот я ее записала во время беременности, и когда она вот стала, она не ходила и даже не разговаривала, но уже интонировала эту песню. Это что-то, я не знаю, как это объясняется, но вот я пела всю беременность эту песню, а вот я пришла к выводу, что она просто ее знает. Наизусть те слова, выучила животики у мамы. Мы видели выступление, как Бьянка на сцене поет перед огромным количеством людей. Вот я просто удивляюсь, насколько вот такой маленький ребенок, но не стесняется выходить на сцену. Бывали ли случаи, когда она капризничала и говорила, мама, перед выходом на сцену я не хочу выходить петь, я хочу играть в куклы? Вы знаете, я просто боялась, что так будет. Это невероятные усилия, и такие эмоции просто ужасные, потому что у меня там было видно, что у меня больше эмоций, чем у нее. У меня был такой стресс, я была вся мокрая, и у меня дрожали руки, потому что я просто подумала, что, ну, конечно, мысли разные приходят в голову, да, что вот я сейчас выйду, там переполненный национальный дворец, плюс прямой эфир, она просто развернется и уйдет. Не хочу, да. Представляете, у меня, я даже не спала в ту ночь, но она меня не подвела, она такая умничка, она даже сделала больше, чем я от нее ожидала просто. Все были в восторге, все были в шоке, я хотела ее съесть в этот момент. Кстати, вообще, а есть желание, чтобы она, когда подросла, стала певицей? Вы знаете, я даже не знаю, я буду ее просто во всем поддерживать, я не буду настаивать, но если это будет проявляться, то сейчас вот проявляется, я не знаю, это дело возраста или, ну, дело в том, что у нее есть голос, есть слух, она хорошо двигается, это я все вижу, это все заметила еще, как говорится, с года, да. Ну, далеко не каждый ребенок в три года будет выступать на сцене Национального дворца и петь композицию, поэтому таланты налицо. Я очень пережила, ну, мы только три недели вот занимались, и я думала, что она забудет слова или что-то, думаю, ну, она справилась, молодец, умничка, я просто горжусь ею. На больших сценах вы выступали не только с Бьянкой, но и со своим сыном Артемом. Мы видели композицию, которую вы исполняли авторство Потапа и Насти «Чумачечья весна». А кто подбирал репертуар? Вы или Артем все-таки? У нас есть такой друг Александр Кожухарь. Это нам во всем помогает, он переделывает вот эти тексты, даже моих песен. И в этом случае тоже вот он нам помог, он сделал, ну, так, мы думали, как выйти из этой ситуации, мы же не можем перепеть вот то, что как там оригинал, это будет не очень интересно, в принципе. И Саша нам предложил, давайте я вам сочиню текст, то есть под его возраст, 11 лет, тогда ему, тогда это было три года назад, вот, и он сочинил такой классный рэп, он, мы тоже, наверное, с одного дубля записали эту песню, но, как говорит Артем, я пришел, мама, последний раз, из глубокого уважения к тебе на эту сцену, потому что, ну, спорт. То есть все-таки понятно, что сына вы заставили, да, выйти из спины? Я очень красиво его попросила, и он не смог мне отказать. Хотя ему, знаешь, вот ему это все нравилось, потому что все учителя вот этой школы Кишневской, где он учился, потому что сейчас он учится в Киеве, вот, они все одним хором, то есть говорили мне, что его надо отдать в театральное лице, потому что у мальчика пропадает талант. И я не стала, опять же, настаивать, потому что, ну, он просто жить без спорта не может, а вот эти он не смог совместить. Вот, о театральной, получается, стезе мы еще поговорим, потому что есть о чем говорить, действительно. Ну, вот мы знаем, да, о том, что он в футбольной команде в Киеве. А каково было тогда отпустить своего ребенка совершенно в другую страну, в другой город, он не будет рядом, ведь мама всегда хочет, чтобы сын, дочка, вы не рядом. Вот, как вы решились ради того, чтобы человек развивался, да, все-таки против себя? Да, это решение мне давалось нелегко, нелегко, я сопротивлялась год. Его протестировали случайно в Киеве, вот, один тренер, и сказали, что, ну, у человека есть талант, его надо разбивать, потому что здесь он просто остановится, и все. И когда мальчику 11 лет, и ему сказали, что у него большое будущее, и что его ждет «Динамо», «Арсенал» и все вот эти команды. А вот вы принесли медали, это… Это актерские заслуги, это спортивные заслуги, это та малая часть, которая осталась у нас дома, потому что все остальные, он, как бы, у него в Киеве, тут есть даже, вот, один молдавский флаг, и все остальные украинские. То есть это третье место, второе, даже первое место, вот, есть, пожалуйста. Он очень талантливый футболист, и очень амбициозный, он занимается так, отдает себя. Да. Ну, я так понимаю, что кроме того, что он очень успешен в спорте, он при этом успешен и в театральной какой-то карьере, потому что, насколько я знаю, его пригласили сниматься в ролике о предстоящем волейбольном матче. Да. Скажите об этом, пожалуйста. Вы знаете, как ни странно, сейчас будете сменяться, я узнала это совершенно от чужих людей, и случайно в интернете. Говорит, посмотри, пожалуйста, это не твой сын, и я включила, я была в шуте, говорю, Артем, я сразу позвонила, почему ты мне не сказал, это же для меня так важно. Он говорит, ну, мама, если бы я забил гол какой-то там лишний, я бы тебе позвонил, сразу бы тебя обрадовала. А так это не так. Ребята, просто было такое вот развлечение для меня, вот его сняли в рекламе, и вот он, если вы заметили, то он хорошо там играет на камеру. То есть там среди вот этих ребят режиссер сразу понял, кто справится лучше с этой задачей, потому что генетика – это страшная сила, я еще раз повторюсь, я не буду скромна сейчас. Вот, и хорошо справился, и он говорит, вот со мной было легче всего. Я говорю, Артем, я даже в тебе не сомневаюсь. Я говорю, что? Он говорит, ну, я включил все свое обаяние. А он во всем такой самостоятельный, ведь он, получается, не советовался с вами участвовать, принимать участие в этом ролике или не принимать? Вот в этом он не советовался, представляете? А в остальных моментах советуется? Да, в остальных он советуется, когда вот, допустим, его пригласили в другую команду, но мы с ним, слава богу, есть скайп, есть, вот, живем в 21 веке, и я могу с ним общаться, видеть его все, потому что я вот так вот физически вижу его только на каникулах, очень редко, и это, вот вы меня спросили, меня многие спрашивают, почему, как ты его отпустила? У человека мечта, понимаете, я не хотела вставать. Ну, это очень важно, когда родители действительно помогают детям вставать. Я пытаюсь быть ему другом, то есть я не люблю авторитаризм в семье, вот у меня есть… Подавляйте, да? Да, у меня есть… не люблю перегибать палку, я попыталась, но… Не получилось, поэтому не получилось. Но это был его выбор вообще. Это был его выбор, и я уважаю его выбор, потому что каждый ребенок, неважно, ему 3 года или 14 лет, он личность, и нужно просто уважать своих детей. Первой влюбленности, еще не рассказывала? Ну, вот он как-то стесняется. Вы знаете, вот переходный возраст, и это вдвойне тяжело, потому что он не рядом со мной, и это очень тяжело, когда я его не вижу в глаза, это телефон, это все понятно. Но психологические трюки, которые я раньше использовала, они уже больше не работают, потому что дети сейчас очень развитые, очень умные, и если раньше я могла задать один вопрос для того, чтобы получить ответ на другой вопрос, который меня интересует, теперь это не работает. Ну, есть свои сложности в том, что, конечно, расстояние, и мы не видимся, но ради того, ради его мечты я пошла на это. Ну, вот понятно, о психологических трюках мы уже услышали, но какие методы воспитания используете, какие наоборот не приемлете? Я не приемлю физическое насилие, это понятно, я никогда не буду поднимать руку на своих детей. Я пробовала, конечно, многие, были ходы, допустим, за каждую десятку, там, деньги, и это пробовалось. У нас много чего было, потому что это мальчик, это он… Должен привыкать к финансам. Ну, он, кстати, очень хорошо зарабатывал деньги, когда был здесь, там, собирал вишню в огороде у бабушки, и обреколки все остальное сдавал, и даже… Будучи бизнесной, даже ловил рыбу, там, в Днестре продавал соседям, но мы все через это прошли. Конечно, самое такое, что может быть, это, там, наказание, там, нет компьютера, нету, там, кино, нету, там, Макдональдса и все остальное, то, что… А за что могли наказать? За что? За двойки, за математику, за химию. И когда он шел вот на… опять же, на… не экзамен, а на… Датчик какие-то, не знаю… Контрольные. Контрольные, да. И я говорю, Артем, ну, у тебя же… ты же не учил, как ты сдашь это все? Ну, мама, в крайнем случае, включу свое обаяние. Ну, учился уже… А Бьянка часто балуете? Бьянка у нас… она моя подруга, познакомьтесь. Конечно, она маленькая девочка. Почему не избаловать? Я люблю. Опять же, если мы говорим о воспитании и о каких-то… Наказать, не наказать, о методах, да… Все в меру. Все должно быть в меру. И нам всем хочется, чтобы наши дети были бизнесменами, президентами и все такое. Но нужно просто трезво оценить возможности своего ребенка, дабы не навредить. Потому что ты можешь там 10 лет ему вбить в голову, что он… Одно? Да, он хочет больше. А потом, когда он столкнется с реальностью, это будет очень сложно. То есть вот я за это. А есть ли вот какие-то качества в человеке, которые вам не нравятся, и вот вы как бы категорически не хотите, чтобы в ваших детях они присутствовали? Ну, например, жадность или какое-то другое качество? Ну, жадность – это вообще… Ненавижу жадных людей. Не люблю неискренность. Я всегда вот… Бьянка еще маленькая, но в Артеме я старалась вот развить эту вещь, чтобы он не врал. Потому что это страшно. Если человек привыкает, а потом он не может остановиться. Вот это ложь, это… Я думаю, что надо попросить в завершении нашей беседы… Спеть гостю. Да, спеть композицию. А вы знаете, Бьянка еще не умеет говорить на русском языке, но она с удовольствием споет на русском языке. Если, конечно… Если не застесняется. Если мы попросим. Да-ка, скажи. Бьянка. Скункентик. Пентруной. Пошли, пошли, стесняшки. Хай, хай. О, Боже, какой мучий нам. Я хочу от тебя, тина. И я хочу от тебя дочку. И дочка. И дочка. Наши аплодисменты, Бьянке. Браво. Как это умивительно, как это трогательно. Ну, будем надеяться, что талант певицы в ней будет развиваться и действительно через какое-то количество лет увидим, как она будет сиять во всей своей красе. Бьянка, спасибо. Мулцемеск. Мулцемеск. Браво. Ну и вообще, хотим сказать вам огромное спасибо за то, что этим утром пришли к нам в студию, за то, что пообщались с нами на такую интересную тему. Рассказали с 8 лет в детках. Нам очень приятно и очень интересно. Спасибо огромное. Всегда с радостью в РТР. Ну что ж, дорогие друзья, далее вас ожидает продолжение общения со звездами на тему, конечно же, детей, рубрика «Звезды в объективе». На тему идеального возраста, в котором лучше всего женщине стать матерью. Поговорим с представительницей Молдовы на конкурсе Евровидение 2014 Кристиной Скорлак и писательницей Арины Сато. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова